Уважаемые товарищи, в ходе этой ужасной войны каждая семья Волгоградской области испытала горе-потерь. Миллионы граждан отдали жизнь за свободу и независимость нашей Родины. Не всем посчастливилось вернуться с войны и обнять своих родных и близких. Прошу почтить память павших защитников Родины минутой молчания. Субтитры создавал DimaTorzok Победы, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok Парад! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Командующий парадом гвардии полковник Сухих, принимающий парад гвардии генерал-майор Лиготин. Товарищ гвардии генерал-майор, войска Волгоградского гарнизона на парад вознаименований 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне построены командующий парадом полковник Сухих. Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю, товарищ генерал-майор! Поздравляю вас с 70-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! Ура! Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю, товарищ генерал-майор! Поздравляю вас с 70-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! Ура! 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 Здравствуйте, товарищи гвардейцы! Здравия желаю, товарищ генерал-майор! Поздравляю вас с 70-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! Ура! 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 Здравствуйте, гвардейцы и десантники! Здравия желаю, товарищ генерал-майор! Поздравляю вас с 70-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! Ура! 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 Здравствуйте, воины и десантники! Здравия желаю, товарищ генерал-майор! Поздравляю вас с 70-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! Ура! 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 Здравствуйте, воины инженерных войск! Здравия желаю, товарищ генерал-майор! Поздравляю вас с 70-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! Ура! 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 Здравствуйте, воины внутренних войск! Здравия желаю, товарищ генерал-майор! Поздравляю вас с 70-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! Ура! 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 Здравствуйте, товарищи спасатели! Здравия желаю, товарищ генерал-майор! Поздравляю вас с 70-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! Ура! 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 Здравия желаю, товарищ генерал-майор! Поздравляю вас с 70-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! Ура! 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 Здравствуйте, товарищи кадеты! Здравия желаю, товарищ генерал-майор! Поздравляю вас с 70-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! Ура! 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 Продолжение следует... 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 Дорогие ветераны, уважаемые волгоградцы и гости нашего города Сердечно поздравляю вас с 70-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне Низкий поклон и вечная слава ветеранам В этот светлый и праздничный день, день памяти о мужестве и героизме Воинском трудовом подвиге нашего народа Желаю всем здоровья, счастья, благополучия и мирного безоблачного неба Поздравляю всех с Днем Победы Слава народу-победителю Ура, товарищи! Ура! Слава народу-победителю Слава народу-победителю Слава народу-победителю Парад! Смирно! К торжественному маршу! Побатальонно На одного линейного дистанции Первая рота прямо Остальные направо Фу! Равнение направо Шагом! Марш! По традиции Парад на площади павших борцов Открывает взвод барабанщиков Волгоградской академии Министерства внутренних дел Российской Федерации Юные барабанщики отбывают дробь, задавая ритм и темп всему параду В трибуне приближается группа со штандартами фронтов Великой Отечественной войны С первых дней войны на базе военных округов Советского Союза Началось развернение фронтов как оперативно-стратегических объединений частей соединений Красной Армии В дальнейшем количество фронтов неоднократно менялось В зависимости от протяженности линий фронта и характера действий Красной Армии На площадь вступает особая гордость Волгограда Воины стрелковой роты почетного караула Сформированный 28 января 1968 года для несения службы на номерале воинской славы Мамаев Курган Поддание воинских почестей героям погибшим в годы Великой Отечественной войны Встроенность и подтянутость, четкий стрелый шаг, высокая физическая выносливость Неотъемлие качество каждого воина роты почетного караула На площади проходит личный состав подразделений 20-й мотострелковой бригады Одетый в форму солдат-офицеров Красной Армии Великой Отечественной войны Воин одетый в форму одежду трех видов Красной Армии Пехоты, летчиков и моряков На площади парадные расчеты 20-й отдельной гвардейской При Карпатско-Берлинской Краснознаменной Ордена Суворова 2-й степени Мотострелковой бригады Командир бригады гвардии генерал-майор Леготин Парадный расчет возглавляет командир 1-го мотострелкового батальона Гвардии майор Демченко За мужество и героизм проявленный в боях против немецко-фашистских захватчиков Из участия в контррористических операциях 90 воинов бригады удостоены звания Героя Советского Союза А 13 военнослужащих Героя Российской Федерации Парад продолжают воины 56-й отдельной гвардейской Ордена Отечественной войны 1-й степени Донской казачьей десантно-штурмовой бригады воздушно-десантных войск вооруженных сил России Парадный расчет возглавляет командир бригады гвардии полковник Валитов Более тысячи военнослужащих бригады награждены боевыми орденами и медалями А четверо удостоены высокого звания Героя Советского Союза и Российской Федерации Воины-десантники своей отвагой и профессионализмом на деле доказывают свой девиз Никто кроме нас Шествие продолжает воины-железнодорожники 37-й отдельной железнодорожной бригады Командир бригады полковник Луканов Парадный расчет бригады возглавляет подполковник Братухин За мужество и героизм проявленные при выполнении воинского долга Более трех тысяч офицеров и солдат были награждены орденами и медалями Семеро из них посмертно На площади расчет Псковского ордена Красной Звезды 187-го межвидового регионального учебного центра инженерных войск вооруженных сил России Начальник учебного центра полковник Авдиенко Парад продолжает личный состав 22-й отдельной бригады оперативного назначения внутренних войск МВД России Возглавляет парадный расчет командир бригады Ялмайор Донкович За правильное мужество и героизм Пятеро вы наслужите соединения Удостоены высоко звания Героя России Более 800 награждены боевыми орденами и медалями На площади парадный расчет главного управления МЧС России по Волгоградской области Начальник управления генерал-майор Грибанюк Парадный расчет офицеров главного управления по Волгоградской области Возглавляет полковник внутренней службы Баракин Перед трибуной проходят курсанты Волгоградской академии Министерства внутренних дел Российской Федерации Одного из ведущих высших учебных заведений для России Созданного в 1967 году как высшая следственная школа Парадный расчет возглавляет заместитель начальника академии По профессиональной служебной и физической подготовке Полковник полиции Плешаков На площади ступает парадный строй воспитанника Волгоградского казачьего кадетского корпуса Имени нашего земляка, полного георгиевского кавалера, героя Советского Союза Константина Иосифовича Недорубова Парадный расчет возглавляет директор казачьего кадетского корпуса Атаман станицы Недорубовская Казачий полковник Давыдовский Юных наследников героических дел Традиции донского казачества Отличает дисциплинированность Добросовестное отношение к учебе Стремление к овладению профессией офицера Чувство верности Отечеству Конституционному И воинскому долгу Конституционному На площадь павших борцов города-героя Волгограда Езжает легендарная Тридцатьчетверка Танк Т-34 Лучший танк Второй мировой войны В 1942 году Каждый второй танк Сходил с конвейера Сталинградского тракторного завода За период с 1941 По сентябрь 1942 года Заводом выпущено Более Шести с половиной тысяч Этих грозных боевых машин На броне Знамя 13-й гвардейской танковой армии Танковый экипаж В составе Командир танка Гвардии лейтенант Слета Механик-водитель Гвардии сержант Власенко Свою историческую релитетную технику Демонстрирует общественная организация Моторы Сталинграда М-72 Советский тяжелый мотоцикл Выпускался крупной серией С 1941 По 1960 год На заводах Москвы Горького Эрбита Ленинграда Киева Всего было выпущено Более Восьми с половиной тысяч Мотоциклов Автомобиль Виллес Американский армейский автомобиль Повышенной проходимости В Красную армию Виллесы поступали по ленд-лизу С лета 1942 года Всего До конца войны В СССР было поставлено Около 52 тысяч Виллесов ГАЗ-67 Советский военный Полноприводной легковой автомобиль С упрощенным Открытым кузовом Использовался в штабных Развитительных целях А также как легкий Артельвийский тягач В одном из автомобилей Особый экипаж Представители трех поколений Управляет автомобилем 92-летний ветеран Великой Отечественной войны Саребеков Вместе с ним Автомобиль Олимпийская чемпионка Двукратная чемпионка мира Заслуженный мастер спорта России Елена Слесаренко И самый юный участник Нашего парада Правнук Ветерана-защитника Сталинграда Дошедшего до Берлина Четырехлетний Миша Чупинин Общественная организация Сталинград Армия Дон Представляет Бронеавтомобиль БА-64 Советский легкий бронеавтомобиль Активно использовался Советскими войсками С лета 1942 года И вплоть до окончания войны Советский грузовой автомобиль ЗИС-5 Буксирует 57-миллилитровую Противотанковую пушку ЗИС-2 Образца 1941 года На площадь павших борцов Ходит боевая техника Автомобиль ГАЗ-2330 Тигр Это российский Многоцелевой бронеавтомобиль Повышенной проходимости Армейский автомобиль Внедорожник Автомобиль Тигр Состоит на вооружении Разведательных подразделений Автомобиль Неприхотлив Эксплуатации Способен двигаться По пересеченной местности Преодолевать Уодные преграды Боевая машина Пехоты третьего поколения БМП-3 Предназначенные Для повышения Мобильности Вооруженности И защищенности Пехоты Действующей на поле боя Вооружение 100-мм Орудие Она же Пусковая установка Для стрельбы Управляемыми И неуправляемыми Боеприпасами 30-мм Автоматическая пушка С различными типами Снарядов Двумя курсовыми Пулеметами Что придает Высокую Огневую Мощ Танк Т-90 Принят на вооружение В 1993 На машине Установлен Современный Комплекс Оптико-электронного Подавления Штора Комплекс Управления Огнем Аппаратура Дистанционного Подрыва Осколочно-фугасного Снаряда Со специальным Взрывателем В заданной Точке Траектории Полета Зенитно-пулеметная Установка С удистанционным Управлением Бортовые Экраны Со встроенной Динамической Защитой В боекомплекте 125-мм Пушки Танка Введен Осколочно-фугасный Снаряд С электронным Дистанционным Взрывателем Самоходная Артиллерийская Установка 2С-34 Ее выпуск Начин В 2003 Году Экипаж Состоит Из 4 Человек Вооружение 120-мм Пушка С углом Вертикального Наведения И 762-мм Пулемет ПКТ Установлено На крыше Башни Самоходная Артиллерийская Хоста Предназначена Для уничтожения Пунктов управления Огневых средств Бронированных Целей Ракетно-минометных И артиллерийских Батарей А также Живой силы Противника На расстояниях До 114 Километров Современная Российская Самоходно-артиллерийская Система Мста-С 152-мм Установка Мста-С Предназначена Для уничтожения Тактических Ядерных Средств Артиллерийских И минометных Батарей Танков И других Бронированной Техники Противотанковых Средств Живой силы Противника Может вести Огонь По наблюдаемым И ненаблюдаемым Целям Закрытых Позиций И прямой Наводкой Включая работу В горных Условиях На площади Павших борцов Правнуки Легендарной Катюши В установке БМ-21 Торнадо Г Возможности Сорокоствольной Пусковой Установки Каждой Машины При 20-секундном Залпе Равны По огневой Мощи Артиллерийскому Полку А дивизион Из 18 Машин За 30 Секунд Выпустит По врагу 720 Снарядов И поразит Противника На площади 16 гектаров Самоходный Противотанковый Ракетный Комплекс Штурм С Первая Многоцелевая Машина Способная Уничтожать Не только Танки Но и Другие Бронированные Цели Полевые Укрепления Живую Силу Противника 130 Миллиметровый Противотанковая Управляемая Ракета Штурм С Способна Поразить Цель На дальности От 400 До 5000 Метров Ракета Обеспечивает Пробивание Брони Толщиной До 560 Миллиметров Женитно-ракетный Комплекс Стрела 10 Ближнего Действия Предназначен Для непосредственного Прикрытия Войск Во всех Видах Общевойскового Боя Зенитно-ракетный Комплекс Стрела 10 Зенитной Управляемой Ракетой Обеспечивает Поражение Цели С курсовым Параметром До 3 Километров В зоне До 5 Километров По дальности Зенитно-ракетно-пушечный Комплекс Тунгуска Предназначен Для противовоздушной Обороны Мотострелковых И танковых Частей Подразделение На марше И во всех Видах Боя Обеспечивает Поражение Низколетящих Воздушных Целей В том числе Зависших Вертолетов Огонь Из 30 Миллиметровых Пушек Может вестись С ходу Или с места А пуск Зинитной Управляемой Ракеты Только С установки Гидромеханическая Трансмиссия И гидропневматическая Подвеска С изменяем Клиренсом Обеспечивают Высокую Проходимость И плавность Хода По пересеченной Местности Артиллерийская Система Береговой Обороны Берег Предназначена Для уничтожения Надводных Кораблей Малого И среднего Водоизмещения С радиусом Обнаружения До 35 Километров И дальностью Действий До 22 Километров Также Возможно Применение Данной Артсистемы Для уничтожения Наземных Объектов Достоинства Артиллерийских Системы Крупный Калибр 132 Миллиметра Высокая Универсальность Как по целям Так и по используемым Боеприпасам Основной Разработчик Центральное Конструкторское Бюро Титан Производитель Производственное Объединение Баррикады Мобильный Высокоточный Оперативно-тактический Ракетный Комплекс Искандер Предназначен Для поражения Малоразмерных И площадных Целей В глубине Оперативного Построения Войск Противника Различных Средств Огневого Поражения Средств Противоракетной И противовоздушной Обороны Самолетов И вертолетов На аэродромах Командных Пунктов И узлов Связи Других Важных Малоразмерных И площадных Целей На территории Противника Малоразмерных 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 Продолжение следует...